Исполнение пророчеств последнего времени. Открытые глаза способны это увидеть. Мне надо бы на друзья прочитать эти пророчества, посмотреть, проанализировать, как они там, эти пророчества, евангельские, исполняются. Тема эта обширная, времени много, затягивать я не буду. Но что получится, то мы коснемся. В свое время я задался вопросом, в какое время, вот сейчас, сидя на лавке, я задался вопросом. А вообще, для чего вот эта тема? Открытые глаза способны увидеть исполнение пророчеств последнего времени. Ну для чего она, для меня? Вот для чего вот мы с вами сейчас будем рассматривать эти пророчества, увидим, ага, вот они сбываются, пророчества. Так нам для чего вот это? Чтобы в последний момент заскочить в ковчег спасения? Вот уже время, да, и я сейчас уже заскочу. Да не для этого же совсем. Потому что нужно служить Господу без хитрости, приходить к Нему вовремя, каяться. Господь говорит здесь, что для чего Он это все рассказывал ученикам, и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это Он после пророчеств такое сказал. Ну а я для себя, знаете, вижу ценность в исполнении пророчеств, вот что мы сейчас будем анализировать в том, что, знаете, хорошо жить в правде. Когда мы видим, что исполняется то, что Христос сказал, это же все правда, она исполняется, вот она. Она сказана давно, она исполняется. Когда-то Иисусе Христе сказали, послушали Его, Иисуса Христа, пришли там в одно место и говорят, никогда этот человек, не говорил человек, как этот человек, никогда. Ну там им задавать стали вопросы. Да, никогда, никто так не говорил, как Христос. Иногда говорят, как ты уверовал в Бога, чудеса какие-то были, как тебя Бог привел, мы говорим, читайте Евангелие. Вот вы начнете знакомиться с Иисусом Христом, даже без чудес, которые начнут потом в вашей жизни совершаться, вы увидите, что никогда не говорил человек, как этот человек. Почему? Да потому что там правда. Там правда по разным вопросам жизни. В свое время коммунисты строили у нас коммунистическое общество. И что могло произойти? Да ничего. Почему? Потому что изначально Христос в Евангелии сказал, что человек грешник, из него не выйдет праведник, и тем паче без Бога, как думали в нашей стране, 70 лет этим занимались, все рухнуло, естественно, рухнуло. Потому что не по правде все это строилось, потому что не учитывали то, что знали. Закону Божьему учили их всех, и Ленина, и Сталина, и всех других, и Маркса, и Энгельса. Там была правда, не их философия была правдой. И поэтому, как хорошо жить в правде, как хорошо видеть ее во всем, что есть в Евангелии, в том числе в пророчествах. Я читаю Евангелие Матфея, известная, глава 24. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос!» и многих прельстят. «Так же услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады мор и землетрясения по местам, все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ну, я немножко еще отрывочно здесь, далее потом проблемы большие, надо спасаться, восстанут лжи Христы, опять лжепророки, как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ну, можно всю главу читать, это будет долго. Я остановлюсь на пророчествах. Мы ждем с небес Христа Спасителя людей. Братья и сестры, друзья все, я когда, я сейчас не все пророчества прочитал, потому что пророчества о последнем времени есть еще в других текстах Священного Писания. Если будет время, я их тоже коснусь. Знаете, учитывая вот то, что я сейчас не коснулся, и учитывая то, что я прочитал, знаете, я решил, ну, вот это моя такая инициатива, разделить эти все пророчества, имеющиеся, на две части. Первую часть я назвал так. То, что было раньше, и, возможно, усугубляется. И второе, то пророчества, которые ранее не сбывались и даже не могли сбыться, но сейчас они сбываются на наших глазах. Знаете, бывает иногда, беседует человек верующий, ну, с какими-то людьми на Благовесте или еще где-то, и говорит, о, смотрите, война, скоро Христос придет, военные слухи там, всякие передряги там, или, например, сейчас тема пандемии, да, ну, какая пандемия. Это все о чем говорит? Скоро Христос придет. Знаете, когда я слышу эти слова, мне немножко, ну, как бы не по себе, потому что человек неверующий может сказать, а что ты мне здесь рассказываешь? Это было всегда. Что, войн раньше не было? Ну, а Вторая мировая война? Сколько там жизней унесла эта война? Только Россия, СССР потеряла 20 с чем-то миллионов человек. А пандемии, что раньше тоже не было? А испанка, которая была 100 лет назад, сколько она миллионов унесла? Ну, кто-то говорит 60 миллионов, кто-то там меньше. А черная смерть в 14 веке, чума? Там половина Европы погибла. 50 миллионов, ну, до 100 миллионов называют цифру. Что ты мне здесь рассказываешь, пророчества? Гонения на христиан. А что, гонений на христиан никогда не было? Да это все было. Или тут еще какие пророчества? Восстание, народ на народ, глады, моры, землетрясения. А что, землетрясений не было? Знаете, это действительно все было. Но почему Христос говорит об этом? Значит, это будет усугубляться. Кстати, интересно, я вчера читал 14 век. Вот это как раз черная смерть, чума. Там интересно, там такие события были, ну, как будто бы пришествие Христа. Там не только чума была. Почему вообще чума была? Потому что там были многие такие передряги в природе. Там засуха, голод, там очень много всяких моментов. Там крыс, полчища крыс, там устремились в города по причинам природным. А крысы были разносчиками чумы. Ну, в общем-то, как будто посмотришь на то время, ну, вот оно, вот оно все вот так вот. Все да не все. Почему? Потому что была еще вот эта вторая группа пророчеств не сбывалась и не могла сбыться. То есть, братья и сестры, друзья, я не буду касаться первой группы пророчеств, на которые нам могут сказать, а что ты мне тут рассказываешь? Что, пандемии не было? Да их было очень много. Просто мы тут вошли в пандемию, последние десятилетия не было. То есть, я уверен, что Господь говорит, это не зря, и это будет, видимо, усугубляться. И усугубиться это может очень быстро, в одночасье. А давайте мы обратим это, и может быть, уже усугубилось. Есть исследователи, которые анализируют, там, сколько денег уходит на военные расходы, там, вот эти все вот моменты, и они выдают такую картину аналитическую, что сейчас уже, уже сейчас все это значительно сложнее, чем раньше. Но я на этом не буду останавливаться. Я остановлюсь на тех пророчествах, которые раньше не могли сбыться. И на наших глазах они сбываются. И это, братья и сестры, друзья, вы, я думаю, все согласитесь, что мы факты не подтягиваем, знаете, под наше мнение, как иногда бывает у разных аналитиков там. У нас, ну, посмотрите, вот такое простое пророчество. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, когда сбывалось это пророчество? Вот читали христиане в пятом веке нашей эры, в десятом, в пятнадцатом, в девятнадцатом. Вот они читали это пророчество, и, наверное, они думали, ну, а как оно еще ведь не сбылось? Ну, вот, например, в пятнадцатом веке только открыли новый свет, Америку. Только в пятнадцатом веке узнали, а там же индейцы, там же цивилизации, до них Евангелие вообще не доходило. Даже в девятнадцатом веке, вот представить себе, что везде распространилась Евангелие, было невозможно. Девятнадцатый век – это век миссионерства. Давид Ливингстон в Африке, Хадсон Тейлор в Китае, Уильям Кэрри в Индии – это великий век миссионерства. Это только три личности, их было много очень. Но нельзя было сказать в то время, что вот уже все. А как же разные там племена тибетские, там какие-то в Латинской Америке, там же всякие вот эти вот… Ну невозможно еще было даже, может быть, определить, где эти маленькие племена. Ну а сегодня что мы видим, друзья? Ну сегодня мы видим, что мир как на ладони, и география вся известна. Ну не так ли, друзья, да? Транспорт дает нам возможности. Вот брат Анатолий говорил, Чукотка – это такие далекие края. Вот наша страна, например, да? Наша страна огромная, она самая большая по территории страна. Другие страны следующие, они в два раза меньше примерно. Канада, Китай, Соединенные Штаты. Так вот, на территории нашей страны проживает 190 народов, даже больше, 190 народов. Но сегодня есть транспорт, сегодня развитый интернет, и все это, ну, научно-технический скачок, или как его назвать. То есть мы сегодня вполне можем оценить, что это пророчество сбывается на наших глазах. Библия или ее части переведены на 3000 языков. На 3000 языков. Это более 90 процентов, это для более 90 процентов населения Земли – это родные языки. Вы скажете, а еще ведь остается 8 процентов, на которые Библия не переведена? Остаются. Но эти народности маленькие. Ну, вот, скажем, у нас, Россия, 190 народностей. Я не знаю, мне кажется, нет Библии, переведенной на хантыйский язык. Кажется, нет. Хотя ханты – это считается крупненькая нация, 32 тысячи человек. Но, наверное, нет никакого текста, переведенного на язык тафаларов. Тафаларов на Земле всего 800 человек. Мы даже, я бы и никогда их не знал, что есть такие тафалары или юкагиры или селькопы, которые есть. А откуда это все узнали? Я из журнала «Вестник к истину» узнал. Благовестники разъехались уже везде. Нет на их языке текстов Писания. Но это совсем не беда. Почему? Потому что они знают русский. А если не знают русские какие-нибудь старые пожилые ханты? Ну, им переводят молодые ханты. Я сам видел, как братья, которые знают русский язык, переводят тем, кто не знает. Их немного пожилых, которым братья переводят на хантыйский язык. И не обязательно переводить библейские тексты на язык Сюлькупов или Манси или Ижорцев. Ижорцев на земле. У нас всего 250 человек на земле вообще. А есть, знаете, такие народности, которых 5 человек на земле. То есть, это не проблема. Сегодня вот эти самые маленькие народности, они легко говорят на распространенных языках, там, где они живут. На французском в Африке, на английском в Африке также, на русском в России, ну и так далее. То есть, когда исполнится это пророчество? Может быть, оно уже до конца вообще исполнилось? Сегодня идет вот эта вот глобализация, миграция вот этих мелких народностей, они мигрируют в цивилизацию. Ну, в общем-то, все открыто. География известна. Какое еще там маленькое племя что-то не слышало? Ну, может быть, ему еще сказать. Но вот таким образом и сбывается пророчество о распространении Евангелия. И это нисколько мы здесь не преувеличиваем. Следующее пророчество, обратим на него внимание, вот это тоже в слова Христа, здесь в 24 главе, то, которое не исполнялось и, ну, как бы даже не могло исполниться раньше. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий доразумеет. Мерзость запустения, стоящая на святом месте. Что это такое? Ну, друзья, среди богословов, комментаторов, тех, кто на эту тему тоже размышляет, мнение одно, насколько я знаю, мнение довольно твердое. Мерзость запустения на святом месте – это было в древности, когда-то в храме Божьем, в храме, ну, израильском, там один царь, Антиох Епифан, там он приносил жертвы из свиней, там это, ну, он попирал, там он, ну, унижал народ еврейский, так вел себя ужасно, это была мерзость такая. Ну, это такой частный случай. А вообще считают богословы, что это напрямую апостол Павел довольно твердо говорит об этом, что это имеется. Ну, как вот это, на этот текст мы переходим. Второе фессалоникийцам, вторая глава с первого по четвертой стихи. Что здесь у нас находится, я думаю, многие из вас знают. Здесь говорится об Антихристе. Вторая глава, второе фессалоникийцам. Апостол Павел объясняет этим верующим о пришествии Господа Иисуса Христа. Люди ждали вот уже сиюминутное пришествие Христа. Такое было настроение, но Павел им поясняет. Молим же вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо День тот не придет. Вот не придет пришествие Христа. Вот вы уже там вот такие ожидаете прямо сегодня. Не придет. Да коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели. Должен открыться какой-то великий человек, такой яркий, ну, великий, не в смысле хороший, а очень значимая личность. Сын погибели, человек греха, противящийся и превозначающийся выше всего, называемого Богом или святынью так, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот мерзость запустения. Антихрист сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Возникает вопрос, а где храм? Читали 5 века христиане этот текст, читали христиане в 15 веке, в 18 веке. Храм где? Где сядет Антихрист? Храм был разрушен в 70 году нашей эры. Будущий император Тит, тогда он был полководец, сын императора Веспасиана, он его разрушил. Где храм? Где государство Израиль? Где государство Израиль было стерто с лица земли во 2 веке нашей эры, когда было снова восстание евреев, там такие события великие были. И когда император Адриан распорядился вообще Иерусалим переименовать, другое имя дать и вообще уничтожить всякую память об израильском государстве. И назначил этой территории название такое Сирия-Палестинская. Это Сирия, все, уже нет никакой иудеи, нет Израиля, все, забудем навсегда. А Иерусалим переименовал, я забыл, как это название, или Капитолина, как-то так. То есть вот и все, где государство Израиль? Его не было 1800 с лишним лет. Представляете, 1800 с лишним лет. Друзья, в 1948 году что у нас произошло? Вы, наверное, знаете многие. Было провозглашено независимое государство Израиль. Это что такое? Это что такое? С конца 19 века сюда начали стекаться, сюда, в Палестину, евреи. И особенно перед войной, ну, Второй мировой много переселилось сюда, ну, бежали просто от Гитлера. И в 1948 году, в 1948 году здесь было 600 тысяч евреев. До этого в веках было очень мало евреев здесь. Здесь такие заброшенные пустынные были, ну, территории, как бы, ну, не то, что совсем пустыня, но, ну, такая незначущая ничто эта Сирия Палестинская, так сказать. И в 1948 году Давид Бен-Гурион провозглашает государство Израиль. Это было просто безумие. Потому что, потому что через несколько, ну, по человеческим меркам, потому что через несколько часов началась война. Пять арабских государств тут же вторглись на территорию Израиля. Хотя там трудно было даже еще сказать, где там территория. Там были спорные вопросы. Пять арабских государств, вооруженных до зубов. Ну, конечно же, старый враг Египет, конечно же, Сирия, Иордания, Ирак подключился, огромное государство, и Ливан. Пять государств. Это просто чудеса. Я, знаете, вот в эти две недели-три вникал в историю Израиля. Это просто, знаете, это просто какие-то чудеса. У Израиля в 1948 году не было ни оружия, ни денег. Этот Давид Бен-Гурион посылает одну женщину, Голду Мейер, была такая политика известная. В Америку собрать хоть денег-то собрать. Воевать же надо. Ее послали в Америку. Надеялись, что она миллионов пять хотя бы долларов привезет. Может, семь. Она привезла 50 миллионов долларов. Ну, богатые евреи. Это очень большие деньги на то время. Оружие не продают Израилю. Оружие где взять? Чем воевать? А здесь наш с вами правитель, умный Иосиф Виссарионович Сталин потрудился. Он сделал такую политическую многоходовку. В общем, сам себя обманул, в конце концов. Решил помочь Израилю через Чехословакию. В Чехословакии было много фашистского оружия. Ну и, в общем, Чехословакия, это уже была коммунистическая страна, поставили евреям оружие. У евреев вот оно, только оружие появилось. Они еще летать на самолетах не умеют. Но когда арабы увидели, что у евреев есть самолеты, кстати, у евреев было всего 4 самолета, и один летчик говорит, я лечу на самолете, хочу уже стрелять из пушки. Он не умеет стрелять из пушки, но он еще не знает, как стрелять. Ну, самолетные пушки. И вот такое вот. Но арабы были, как сейчас любят говорить, в шоке. То есть, это что ж такое? Победили евреи-арабов за 10 месяцев. Ну и вообще, все время там они воевали, там было у них 5 войн, постоянные конфликты. Например, в 67-м году у них была известная такая война, когда скопились огромные силы вокруг Израиля. Опять. А у арабов только одно решение, что делать с евреями – с лица земли стереть. Больше других нет никаких мнений. Только стереть с лица земли. Руководитель Организации Освобождения Палестины говорит в 67-м году, мы дадим уцелевшим евреям убраться в те страны, откуда они приехали. Только вряд ли будут уцелевшие. Ну, получилось совсем наоборот. Получилось совсем наоборот, потому что к той мощной войне, которая готовилась в 67-м году, евреи победили. Полчище арабов с советским оружием. Советский оружие уже понял, Советский Союз уже понял, что он помогает не тем, но уже он помог. Он уже помогает арабам, танки, самолеты, все есть у египтян, все советское, хорошее. Ну, в общем, евреи победили эти арабские полчища за шесть дней. Представляете? Шестидневная война. Великий там у них был такой бравый генерал Ариэль Шарон, он говорил так, что израильские офицеры не командуют солдатам вперед, а они командуют им за мной. Оказывается, евреи оказались очень хорошими воинами, но арабы, они руководствовались другим принципом. Когда видели приближающихся евреев, принцип был такой – спасайся, кто может. Ну, это исходило даже от самих офицеров. Такой вот. Правда, они не кричали этот лозунг. Осия Правер был такой историк в то время, он сказал такие слова в 67 году. «Почти две тысячи лет должен был этот народ ожидать своего искупления для того, чтобы услышать приближение шагов Мессии». О как! Дело в том, что евреи же ждут Мессию, они не приняли Христа. Это они потом поймут, потом они, когда разоблачат в лже Мессию во время великой скорби Антихриста, они потом обратятся к тому, которого пронзили, ко Христу. Израиль спасется. Ну, не поголовно, конечно, но спасется вот эта нация там, которая часть, или как сказать. И вот, и они ждут Мессию. Они железно убеждены, что по Ветхому Завету, что Он обязательно придет, обязательно. Нет никаких вопросов к этому. И что, ну, что Мессия будет в храме сидеть. Это у них все есть. И что Иерусалим будет центром не только для евреев, но и для язычников. Ну, в общем-то, правильные выводы. Хотя Новый Завет они не признают. И вот сегодня чудо-страна. Вы знаете, кажется, ну, Израиль, вот так послушайте моих речей, скажите, бедные люди, как же там эти евреи живут? Да, там в мае этого года, например, две тысячи ракет арабы запустили опять на Израиль. Кстати, от этих двух тысяч ракет погибло только девять евреев. Когда евреи ответили, ну, как обычно, евреев девять, а арабов сто двадцать шесть погибло. Ну, вот как это? Две тысячи ракеты, и только девять человек погибло. Ну, у них там есть мощная система ПВО, называется железный панцирь. То есть, ну, кажется, война там. Да, кажется, война. А почему-то люди уезжают в Израиль, да? Что, какие-то метаморфозы какие-то? Они что там, на смерть уезжают или как? В общем, Израиль – это чудо-страна. С одной стороны, великая мощь военная. Мы этим не радуемся этому, но они не знают Новый Завет, они не знают, что не надо убивать врага своего. В общем, мощь у них большая, братство военных, у них генералы бегают также с солдатами, у них такие же одеяния, только погонами отличаются. Какое-то необычайное братство у них в войсках. Это какая-то особая там у них система психологическая. У них на сегодняшний день мощная система ПВО, огромное вооружение, ядерные боеголовки у них есть. У них есть изумительная разведка, спецслужба МОССАД. Это одна из лучших спецслужб МОССАД. Как-то в свое время они даже привлекли на свою службу, завербовали самого главного диверсанта Адольфа Гитлера. Был такой Отто Скорцени. Это главный диверсант Гитлера. Они даже его завербовали, и он исполнял для них поручение. Ну, убивал неугодных людей там в мире. Значит, евреев в мире всего 0,2%. 0,2% всего. 14 миллионов на земле. В Израиле 7 миллионов евреев. И вот представляете, нобелевских лауреатов, ученых, которые получают самую престижную нобелевскую премию, 20% из них, 22% даже, это евреи. Представляете, какой народ, да? Умный, да? Ну, так условно скажем. Там часто евреи игнорируют постановление Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций пытается затормозить их продвижение, пытается какие-то указы принимать, ну, не говоря уж об арабах, те просто хотят уничтожить. Они делают то, что им надо, евреи. То, что им надо. В 1967 году они захватили весь Иерусалим, и они говорят, это наше государство. Палестинцы говорят, это и... в смысле столица. Палестинцы говорят, это и наша столица. Нет, никаких разговоров. Там развитая демократия, бурная политическая жизнь. Это как западная цивилизация, еврейское государство. Там могучая экономика, развито все, особенно медицина, развито. И там, вот внимание, сейчас я скажу, что есть в евреи. У евреев это, кажется, будет абсурдно звучать. Для меня это тоже было как чудом. Там очень большая безопасность внутри государства. Вот что это такое? Там же вроде военное положение. Там же сектор газа, известный сектор газа. Западный берег реки Ордан. Там же эти летят. Ракету. Изумительно безопасное государство. Там можно гулять ночами, там тебя никто не тронет. И там вот эти 7 миллионов евреев, душа в душу, живут с арабами. Потому что там еще есть арабы. Арабы есть не только мусульмане, но и христиане. Вот они все вместе живут. И тот, кто побывает в Израиле, скажет, какой добрый, участливый народ. Там, знаете, ну вот как западная страна такая, очень развитая. Знаете, я когда все это прочитал, я такой вывод сделал. Фантастическая динамика событий в плане усиления Израиля. Просто фантастическая динамика. Знаете, а третий храм же еще надо построить. Там же должен Христос сесть, по их мнению. Ну сядет Антихрист, потом Христос придет. Это же их вожделеннейшая мечта, храм. А как там построишь? Там сейчас находится купол скалы и еще одна мечеть. Там даже им запрещено молиться евреям. Знает, что эти пролезут опять, продвинут все свое. Ну как обычно. И знаете, евреи молятся только у стены плача. Это как стена вот на храмовой горе. На храмовую гору они могут ходить. Но молиться, совершать религиозные какие-то действия нельзя им там. За ними следят. Знаете, но вот видя, как себя евреи ведут и видя, что это все неспроста, что за ними стоит что-то. Мы знаем даже не что-то, а кто-то. Приходит время уже выйти им из этого ужасного уничижения, которое было у них 1800 с лишних лет. Знаете, всего чего угодно можно ожидать от этих бравых людей. Сегодня есть такие мысли, что храм уже давно готов. Но мы этого не знаем. Это как сказка представляется, что он где-то уже стоит на кораблях там в Америке. Его только привезти и поставить. Но не знаю. Может, это и сказка. Но видя, как действует этот народ, сказка становится явью. Можно ведь не то, что прям сносить мечеть и сразу залезли там с гранатометами и стрелять. Можно же по-разному все это сделать. Можно, например, пережить землетрясение, якобы природное, якобы. Сегодня же можно устраивать якобы природное землетрясение, а потом, ну то есть убрать, убрать там, очистить храмовую гору, а потом возобить к мировому сообществу. Мы евреи, мы без храма не можем. У мусульман это третья святыня. У них есть еще первая и вторая. Это третья. И пройти, и пробурить, как они делают. Мы не знаем, как это будет. Я сейчас, конечно, фантазирую. Но близко, при дверях, близко. И мы нисколько здесь не преувеличиваем. Назову еще два, только назову еще две вещи, которые сбываются на наших глазах. Всеобъемлющий контроль общества. Помните, 13 глава Откровения, когда будет образ, ну я прочитаю этот текст коротко, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверей говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Когда христиане читали в V веке, в X, в XV, в XIX, ну как возможен такой тотальный контроль, да? Ну ведь там ведь какие-то печенеги, половцы, там, я не знаю, монголо-татары. Как их вообще? Мы даже не знаем, кто там на Востоке живет. Ну это же, как может этот образ контролировать всю землю? Это было невозможно и в XIX веке, и в XX веке. Друзья, я нисколько не преувеличу, если скажу, что вся эта система электронно-компьютерного спутникового слежения, вот она есть, она уже есть. Как-то еду, я не говорю, что она работает, что уже есть Антихрист, мы никому не призываем и поклоняться ныне, но система, как мы слышали, да? Выключите телефоны, братья и сестры, потому что здесь много красных точек на какой-то карте электронной. И это реальность, в которой мы живем. Я как-то еду на машине, немножко фантазирую, думаю, вот сейчас вот люди тратят, камеру устанавливают, полицейские, вот инспекторы на дорогах, а ведь вот у нас навигаторы, какие уже хорошие навигаторы, они тебе все покажут, и в цвете, и в объеме, и те же камеры показывают. Ведь совсем недолго, так, это я фантазирую, совсем недолго эту систему усовершенствовать. Не надо будет камер, не надо будет нарядов, просто вся эта глобальная система будет следить за автомобилями. Вздумал ты правила нарушать? Ну что ж, дорогой, будешь платить штрафы, никто не уйдет от штрафов, никто. Даже в каком-нибудь там далеком пивейке, там тоже есть все эти спутники, все эти системы. Если ты плохо себя ведешь, ну что ж, тебя и скорость можно снизить, а потом, я думаю, вот автомобили снизят скорость, ну там с помощью этой системы остановят, а потом наряд милиции сюда же и выйдет. Это я все фантазирую. А потом думаю, зачем наряду милиции выезжать? Просто ты поедешь сам, куда надо, ты уже сам не будешь везти машину, ну уже великий, могучий этот купол электронный тебя приведет сам в участок полиции, ты уже ничего, и дверь не сможешь открыть. Ну это я так, знаете, фантазирую, да? Но ведь это же фантазия, да? Это же просто все. Хотя будет все намного интереснее, чем я тут фантазировал. То есть вот это сегодня чай завариваем с братьями, пакетики, пакетик, простой пакетик чая, уже на ярлычке у пакетика чая, вот этот квадратненький, как он называется? Куар-код, что ли? Ну на чай-то зачем на пакетик? Вот это на чай, ну куда это, зачем? Ну ладно, пачка, пачка проиндексирована. Она единичный пакетик. Один брат говорит, это чтобы мы все привыкли, все уже, все, везде, куда ни глянешь, эти квадратики там, три точки какие-то, такие узорчики, все, все во входе, да, к нам сюда, в нашу цивилизацию. Ну и последнее пророчество, я его не зачитывал, а зачитаю тогда его. Это апостол Павел, это очень известный текст, говорит во втором послании Тимофею, помните, в последние дни настанут времена какие? Настанут времена тяжкие. И там апостол Павел говорит, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, злоречивы, родителям непокорны, нечестивы, сластолюбивы. А вот здесь нам наш оппонент скажет, так, Андрей, например, а вот в это пророчество, пожалуйста, к тем первым, в ту первую группу перенеси, потому что люди всегда были самолюбивы, сребролюбивы, горды, злоречивы, родителям непокорны, нечестивы, сластолюбивы. А что, люди не были всегда такими? Знаете, были да не были. Да, люди всегда были грешниками. Да, вершили такие вещи, что волосы дыбом станут, там в Римской империи, как изощрялись там, ну и вообще вот эти вот народы, вот эти, которые Господь потом уничтожил. Там не написано в Библии, ну, куда он евреев привел. Там вещи творили страшные, очень страшные. Это же люди, а с ними сатана. Люди всегда были грешники. Знаете, я размышлял на эту тему и думал, в какой бы раздел, все-таки в первый отметить или во второй, и отметил во второй, ну, вот эти два раздела, которые я сам вот так определил для себя. Знаете, все-таки нравственное разложение, особое нравственное разложение, все-таки можно увидеть, что оно совершается на наших глазах, вот в этом мире. Ну, потому что всегда люди были грешники, всегда, но никогда грех массово, общественно не выносился наверх. О грехах своих говорят открыто, как садомляне. Есть такая формулировка в Библии, да, вот садом, он достиг уже такой фазы греховности, помните, собрались туда, к Лоту, помните, там собрались и малый, и великий. Там написано так. То есть не просто какие-то такие изощренные, такие, знаете, злодеи собрались, мужчины, и малые там, и все там, все это вот пришли туда, вот там вот издеваться над, знали бы над кем они собрались издеваться. И это уже все было уничтожено Богом. Ну, видимо, вот этот садомский вариант, это как бы микровариант кончины всего мира, вот когда сегодня уже по-садомски в этом мире, по-садомски, да, о грехах своих говорят открыто. Сегодня легко разные мировые знаменитости, там певцы говорят об этом, мы в это не вникаем, телевизоры мы не смотрим, но от нас иногда отголоски доносятся. Я помню, как-то мне говорят на работе, Андрюха, очень плохо, что ты не смотришь телевизор, вот, там же столько нормальных передачей. А до этого мужички сами там плевались, там, ты смотрел вчерашний там какой-то, и называют эти передачи. Мужчины зрелые такие. И мне потом говорят, Андрюха, ну зря, что ты телевизор не смотришь, вот как-то смешно. Я говорю, так вы же сами сейчас ругали так сильно, так прямо, ну, плевали, можно сказать даже, буквально, когда беседовали о каких-то телепередачах. То есть, вот, такого не было никогда. Все были грешники, всегда. Но чтобы это все выносить в массы, или, например, такой принцип, родителям непокорны. Но всегда же дети были покорны в общем родителям, да ведь? Когда началась вот эта система, новое какое-то воспитание, ну, может быть, лет 50, 40, 30 назад, ну, прежде всего, в цивилизованных обществах, там, в разных таких вот. Сейчас оно идет и дальше, когда дети могут сегодня позвонить, ну, как, доложить на учителя, что он там что-то косо посмотрел, или на родителей даже доложить. То есть, это может быть и нужно, когда действительно злодеи его окружают, ребенка. Но чтобы сегодня, вот, дети, вот, родителям непокорны, и не пресекается эта непокорность, все пытаются выйти другими методами, такого не было никогда. И это не дети виноваты. Об этой системе можно было бы говорить больше, но я не буду. Не дети в этом виноваты. Это люди, взрослые, формируют такую систему, она им удобна. Когда был такой широкий доступ ко всякому бесстыдству? Ну, когда? Ну, никогда. А сегодня? Я даже не буду рассказывать, через какие. Ну, через интернет, да. Все же это пожалуйста. Вот почему сегодня братья-служители переживают об этом и ограничивают что-то в этом плане. То есть, когда человеческий эгоизм прославлялся, скажи лет 30 назад, «Бери от жизни все», как сегодня девиз, там, там увидишь на рекламе. Скажи, скажи в Соединенных Штатах, тебя посчитают негодным человеком. Что это такое? «Бери от жизни все». Это эгоизм. Надо служить людям. Да, людям-то, может, и не служим, но чтобы это говорить, чтобы эго вознеслось на такие высоты, когда это было. Сегодня это расцвело. Это было всегда, но сегодня буйным светом расцвело. Братья и сестры, ну, вот так вот. Думаю, что мы согласимся, что все это сбывается на наших глазах. То, что не могло сбыться раньше, то, что было, то было всегда. И оно усугубится, я так понимаю. И в одночасье может усугубиться. И то, что никогда не было, и сбылось, вот фактически сбылось. Вот антихрист еще, храм, и это все близко при дверях. И мы с вами видим. Ученые разные, философы, составляют свои какие-то планы на будущее. Кто-то говорит, человек будет становиться, вот эволюция, да? Человек же становится все лучше, 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 лучше. Лучше, ну, как вот, да он культурнее, может быть, становится, цивилизованнее, но лучше он не становится, он грешник. И заощреннее грехи, которых раньше не слыхали, появляются. Да мы и не знаем их с вами, и слава Богу. То есть, мы видим с вами правду. Простые люди, простые рабочие, простые студенты, как прекрасно жить в правде. И Христос говорит, бодрствуйте. Дня и часы вы не знаете, но бодрствуйте. И будем бодрствовать, и мы будем радоваться, что мы в правде, не в каких-то иллюзиях, а в настоящей Божьей правде. Слава Ему. Аминь. Слава Ему.